Всем привет! Мне пришла посылка из Китая. Судя по всему, эта посылка пришла с Алиэкспресса. Давайте посмотрим, что там находится внутри. Посылка довольно большая, такого формата примерно А4. А что же у нас здесь? А здесь у нас пластиковый кейс. Я вспомнил этот кейс, я заказывал для iPad Air. У меня iPad Air, на который я уже заказывал несколько чехлов. Давайте посмотрим, что же это за чехол, какого он качества. Я вижу, что он неплохого качества, достаточно такой, знаете, прозрачный, такой достаточно прочный пластик, но он достаточно тонкий, то есть он не будет утолщать ваш планшет. Если вдруг вы захотели себе хороший, неплохой такой кейс, то я думаю, это будет то, что нужно. Между прочим, он здесь, видите, вот с такой вот темой специальной. И, наверное, сюда подойдет моя смарт-обложка. Давайте, в принципе, не будем гадать и, собственно, проверим. Итак, вот, собственно, мой iPad. Да, он сюда становится просто идеально, посмотрите. Просто идеально находится здесь. Посмотрите, вырезы тоже все идеальные, вообще никаких проблем. Вырезы под кнопки также идеальные. Вырез под микрофон отличный. Вырез под кнопку идеальный. Вырез под наушник также отличный. Здесь есть два вот таких вот выреза. Они под, собственно, смарт-обложку. Сейчас я покажу, что это такое. И вот здесь у вас тоже будет идеальный вырез. Посмотрите, здесь есть вот такое утолщение. То есть, что я делаю? Я беру просто свой чехол, любой вы можете взять смарт-чехол. Вот эту штуку вы просто тупо высовываете и вставляете на новый пластиковый вот этот чехол. Понимаете? То есть, вы можете просто вот так им пользоваться, да, как обычным. Либо вставить сюда крышку. Для чего это нужно? У вас всегда будет одинаковая вот эта обложка. Вы просто меняете эти пластиковые штуки, если вдруг они сломаются. Очень удобно. И, в общем-то, кому интересно, то ссылку я оставлю на этот чехол в описании. Можете зайти посмотреть. Спасибо всем за просмотр. Как всегда, не забудьте поддержать видео, если оно вам понравилось. И также подписаться на канал или на группу ВКонтакте, где вам удобнее получать новости. А также обязательно принимайте участие в моих конкурсах. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok